Любители астрономии в эти дни смогут увидеть Международную космическую станцию невооруженным глазом. На этой неделе ее траектория проходит над большей частью европейской территории России. Для того, чтобы увидеть МКС, нужно обратить внимание на южную сторону небосклона. На картине звездного неба станция расположена вблизи Луны и созвездия Ориона. Инженер Рязанской астрономической обсерватории Александр Ефимов говорит, что любой желающий может узнать маршрут МКС. Для этого необходимо всего лишь зайти в интернет и найти расписание ее приближения к Рязанской области. Это в реальном времени, вот тут, видите, бежит. Это где он сейчас летит у нас? Он сейчас летит в Дальний Восток, вот Корея. Вот Байкал прошел, ну быстро, конечно, полтора часа вокруг всей земли. И вот мы видим, вот он к Рязане как раз подойдет вечером. МКС хорошо видна после 6 часов вечера, и продолжаться это будет до 20 февраля. Причина ее яркости кроется в больших размерах космической станции и в светоотражающем покрытии. Но это не единственное астрономическое зрелище, которое будет доступно рязанцам в этом году. Прохождение планеты Меркурий по диску Солнца и несколько периодов метеоритных потоков. За всем этим любители звезд смогут наблюдать уже начиная с апреля. Ну, максимум будет достигаться к 13 августа. То есть, начиная с 10 по 14 в любую ночь, ну достаточно интенсивно. 9 мая этого года прохождение Меркурия по диску Солнца. Во второй половине дня, то есть это, ну, после обеда. До почти захода Солнца можно будет видеть темную точку, движущуюся по диску Солнца. Чтобы увидеть эту движущуюся точку, можно смастерить специальную систему с применением бинокля или подзорной трубы, которая позволит проецировать изображение на экран, поскольку смотреть на Солнце напрямую не рекомендуется даже через профессиональные телескопы. Вот даже при сопрении, раз в памяти дырочка. Зачем? Зачем? А чтобы Солнце наблюдать. Да. Чтобы не все, весь поток, а только ограниченный, для ослабления солнечного света. Нужно сделать один экран, который защищает от прямого действия света Солнца. То есть, грубо говоря, прорезать отверстие в каком-то большом листе картона, так, чтобы бинокль, значит, сквозь него проходил. И от этого листа падала существенная тень. А на стойке за локальной плоскостью поставить белый экран и отфокусировать так, чтобы было изображение Солнца на этом экране. Но большее внимание сейчас остается прикованным к планетам-гигантам. Считается, что именно они и создали своеобразный парад планет. Их можно увидеть в утренние часы. Уран и Нептун встретились еще в 80-х годах и до сих пор не могут разойтись. Туда же прилетает Юпитер раз в 12 лет и каждый 30 лет Сатурн. Все это вызывает сильное возбуждение отдаленных областей Солнечной системы, большое притяжение и появление множества комет, которые в основном улетают обратно в космос, не проходя дальше. Вряд ли эти явления как-то сказываются на людях. Разве что самые впечатлительные любители космоса достают с полок самодельные приборы наблюдения за небесными телами и старательно пытаются что-то рассмотреть. Продолжение следует...